Следующая конструкция, о которой нам с вами нужно поговорить, это инфинитив с предлогом. Ну, инфинитив с предлогом всегда еще имеет и при себе артикль. То есть всегда, когда у инфинитива есть предлог, есть предлог, артикль и инфинитив. Это не очень простой способ употребления, и в учебнике он достаточно подробно с многими примерами описан. И при первом прочтении, может быть, даже вы можете быть смущены от всего этого. Но если вы поймете главный принцип, то большие сложности с этим вы все-таки не испытаете. А принцип в чем заключается? В том, что такие конструкции нужно преобразовать в предаточное предложение. Предлог при инфинитиве имеет некое специальное значение, которое нужно заучить знать и его подставлять. Поэтому обычная конструкция как работает? Предлог преобразуется в союз. Слово в винительном падеже при инфинитиве преобразуется в подлежащее. Сам инфинитив преобразуется в сказуемое предаточное предложение. И вот это все легко тогда переводится. Ну и давайте мы просто по примерам из учебника пробежимся. Мол, чтобы, наверное, было пояснее, для каждой конструкции приводят три примера. Сначала отдельно фразу, потом какое-то сочиненное предложение, и потом реальное предложение из писания. Итак, ДИЯ с артиклем в винительном падеже и инфинитивом выражает причину и имеет значение потому что. ДИЯ то БЛЭПЕЙН АУТОН ДИЯ превращаем в потому что. АУТОН в винительном падеже ставим в винительный ДИЯ и подлежащим он. БЛЭПЕЙН делаем в сказуемом видит. Потому что ДИЯ то БЛЭПЕЙН АУТОН потому что он видит. Если бы вы переводили пословно ДИЯ что-нибудь типа с винительным падежом из ЗАДА и ЗАВИДИТЬ ЕГО наверное, может быть, вы могли бы и не догадаться, что это обозначает. И ЗАВИДИТЬ ЕГО и потому что он видит не совсем одно и то же. Важно. Увидели ДИЯ вспомнили, что ДИЯ с инфинитивом потому что. Увидели слово в винительном падеже преобразовали его в именительное сделали подлежащим инфинитив, сделали сказуемым. ХО ИСУС ХАРЭСЕДАИ ДИЯ ТО БЛЭПЕЙН АУТОН ХОТЕ ХЭМЭЙС АГАПОМЕН АУТОН И ИСУС возгадуется потому что он видит, что мы любим его. Ну и реальный пример из Писания АУТОС ДЕ ИСУС УК ЭПИСТЕУСЕН АУТОН АУТОЙС Сам же Иисус помните АУТОС при другом слове, когда само АУТОС артикли не имеет, переводится. Сам же Иисус не верял себя им ДИЯ ТО, АУТОН, ГИНОСКЕЙН, ПАНТОС. ДИЯ, потому что АУТОН превращаем в именительный падеж ООН, ГИНОСКЕЙН превращаем в личный глагол ЗНАЛ, ПАНТОС всех. Сам Иисус не верял себя им, потому что он знал всех. Мы используем несовершенный вид. Прошедшее время у этого глагола у нас получилось, потому что мы в контексте понимаем, речь идет о прошлом, сам инфинтив никаких времен, конечно же, не выражал. И вот так вот мы получаем, потому что он знал всех, предаточное предложение, выражающее причины. Инфинтив СЕЙС обычно указывает цель. Переводится, чтобы. ЭЙ СТО, БЛЭПЕН, АУТОН, ЧТОБЫ, АУТОН превращается в словон ОН, БЛЭПЕН, ВИДЕЛ. Ну, пример сочиненной. КАТИЗА ЭН ЭКЛЕСИЯ, ЭЙ СТО, АКУЭЙНМЕ, ТОН ЛОГАН, ТУТООН. Я сижу в церкви, если бы вы пословно переводили в СЛУШАТЬ МЕНЯ СЛОВО БОГА. Ну, может быть, и можно догадаться, но лучше аккуратно. ЭЙС с инфинитивом переводим в ЧТОБЫ, МЕ ставим в именительный падеж из МЕНЯ в Я, АКУЭЙНМЕ, СЛУШАТЬ, делаем глаголом, и получаем Я сижу в церкви, чтобы я слушал СЛОВО БОГА. Но в данном случае можно и перевести попроще, потому что подлежащие главного предложения и подлежащие инфинитива совпадают, и я сижу в церкви, чтобы слушать СЛОВО БОЖИЕ. Если бы подлежащие не совпадали, да нам бы пришлось построить предаточное предложение с подлежащим, а так вот это МЕ можно и опустить. Но пример из Писания, который использует МАУС из Матфея 20.19, ПАРАДОСУЮ СИН АУТОН, то есть ЭТНЕСИН, они придадут его язычникам, ЭЙ СТО ЭМ ПАЙ КСАЙ, КАЙ МАСТИ ГО САЙ, КАЙ СТО ВО САЙ, чтобы поиздеваться и избить и распять. Ну, здесь нет каких-то подлежащих при инфинитиве, смысловых подлежащих, поэтому преобразовывать тебе не обязательно, чтобы с инфинитивами звучит хорошо, но в каких-то случаях преобразование может оказаться необходимо. Ещё нужно одно небольшое попутное замечание. Вот какого рода. ЭЙС с инфинитивом чаще всего уражает СЕЙ, но ЭЙС с инфинитивом может так же выражать и результат. Давайте пример. Из Римлянам, 4 глава, 18 стих. Там речь идёт об Аврааме, о его вере. И вот про него говорится, ХОС ПА, ЭЛПИДА, ЭП, ЭЛПИДИ, ЭПИСТЕУСАН, ЭЙС ТО, ГЕНЕСТАЙ АУТОН, ПАТЕРА ПОЛОН ЭТНОН, который, ПА, ЭЛПИДА, вопреки надежды, ЭПЛ ПИДИ с надеждой поверил. И теперь, если ЭЙС мы будем рассматривать как выражающую цель, чтобы стать ему отцом многих народов. Но зная всю эту историю, и даже в виде окружающей контекста, мы понимаем, что, может быть, не совсем так. Не с целью стать отцом многих народов Авраам поверил. Нет, он поверил, и в результате этого стал отцом многих народов. Поэтому корректный перевод будет такой, который, вопреки надежды, с надеждой поверил, так что стал он отцом многих народов. Опять же, АУТОН подлежащая, ГЕНЕСТАЙ сказуемая, ЭЙС так, что переводим выражающий результат. Так, что он стал отцом многих народов. Имейте в виду, ЭЙС может выражать результат, а не только цель. И это такая важная толковательная опция, которая позволяет нам не ошибиться в переводе тех или иных конструкций. Иногда, конечно, есть спор о цели, или результат идет речь, и нам как-то приходится выбирать, чтобы понять яснее. Например, первое послание Петра, третья глава, когда мужьям говорят, так же и вы мужья, там, вот, разумно обращайтесь с женами, как с немощнейшим сосудом. И конец предложения. ЭЙС то МЭЭ ЭНКО ПТЕСАЙ ТАС ПО СЫЛХАС ХОМО. Чтобы не было воспрепятствована молитва ваша. Ну, это уже толковательный вопрос. Надо благоразумно обращаться с женой с целью, чтобы не было препятствия в молитве. Или надо благоразумно обращаться с женой, исходя из каких-то других соображений, связанных с тем, чему нас Бог призвал, и в результате не будет препятствия в молитве. Ну, это требует размышления и истолкования. Хорошо. Так что вот, ЭЙС указывает цель, но на всякий случай помните, что еще и результат может указывать. Третье. ПРОС. ПРОС. Предлог указывает цель. ПРОС стандартно, нормально указывает цель. ПРОС то БЛЭП ЭЙН ОЛТОН, ЧТОБЫ ОН ВИДЕЛ. Так что ЭЙС цель и ПРОС ту же цель. Сочиненное предложение. КРУСОМАН ТОН ЭВАНГЕЛИОМ ПРОСТО БЛЭП САЙ ХУМАС ТЕН ОЛЕТЕЯН. Мы провозглашаем Евангелие, ЧТОБЫ ХУМАС. ВАС мы превращаем в ВЫ, БЛЭП САЙ, УВИДЕЛИ ИСТИНУ. Видите, трансформация. Обвинительный падеж подлежащий, инфинитив сказуемый. ЧТОБЫ ВЫ УВИДЕЛИ ИСТИНУ. И РЕАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПАНТА ДЕТА ЭРГО АУТОН ПОЙ УСИН ПРОСТО ТЕУТЕНАЙ ТОИС АНТРОПОИС. Все же дела свои делают, ПРОС, ЧТОБЫ ТЕУТЕНАЙ. БЫТЬ УВИДЕННЫМИ ЛЮДЬМИ. Ну, здесь нет отдельного подлежащего, ПОТОМ ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ НЕ НУЖНО НЕЧЕМ. Теперь есть ряд предлогов, Которые имеют значение времени, Предшествования, Одновременности, Последования. Предлог ПРО имеет значение Прежде чем, Или ПРОДО того как. ПРОТО БЛЭПЕЙН АЛТО, Прежде чем он видел. Сочиненное предложение ХУ ИСУС, ЭГАПЫ СЕН ХУМАС, ПРО ТО ГНО НАЙ, ХУМАС АЛТОМ. Иисус возлюбил нас, ПРО ПРЕЖДЕ ЧЕМ, ХУМАС мы превращаем в подлежащие мы, ГНО НАЙ превращаем в сказуемое, УЗНАЛИ, АЛТОМ, ЕГО. Иисус возлюбил нас, Прежде чем мы узнали Его. Ну или предложение из Писания, Матфея 6.8. УДЕН ГАХОПАТЕ ХАМОН, ЭН ХРЕН ЭХЕТЕ, Ибо знает Отец ваш, В чем нужду вы имеете, ПРО ТУ ХУМАС АЭТЕСАЙ АУТОМ. Опять же, ХУМАС мы превращаем в подлежащие, Прежде чем вы попросите, Инфинитив от АЭТЕЯ АУТУ, ЕГО. А ЭН с инфинитивом имеет значение, КОГДА. ЭН ТО БЛЭПЕЙН АУТОМ, КОГДА ОН ВИДЕТ. КОКУРИУС КРИНЕЙ ХУМАС, ЭН ТЕ ЭХЭСЕТАЙ АУТОМ ПАЛЕН. ГОСПОДЬ будет судить нас, КРИНУ напоминают сонорный глагол, по этому форму будущего времени мы различить можем только, вот видите, вот КРИНЕЙ, вот тут, видите, из-за ударения мы видим результат слияния, Господь будет судить нас. ЭН, когда, АУТОМ превращаем в подлежащие О, ЭХЭСТАЙ превращаем в сказуемое, грядет опять. Или из МОТФЕЯ 13.4, ЭН ТО СПЕЙРЕН АУТОМ, КОГДА ОН СЕЯЛ, видите, АУТОМ превратили в подлежащие, СПЕЙРЕН СЕЙ, в сказуемое, КОГДА ОН СЕЯЛ, ХАМЕН ЭПЕСЕН ПАРАТО ХОДО, ИНОЕ УПАЛОТ ПРИ ДОРОГЕ, ну, имеется в виду просеятеля, который сел. ШЕСТОЕ, МЕТА имеет значение после того, как. МЕТА ТО БЛЕБЕЙНА УТОМ, после того, как ОН видит. МЕТА ТО БЛЕПСАЙ ТОН ИИСУН, ТУС ХАМАРТЕЛУС ЭКЛАУСА, после того, как ИИСУС увидел, видите, ТОН ИИСУН в винительном превращаем в подлежащие, увидел, после того, как ИИСУС увидел грешников, Он клаусы заплатил. Или из Матфея 26.32, МЕТА ТО ЭГЕРТЕНА ИМЕ ПОАКСОХУМАС ЭНТЕ ГАЛИЛАЯН, ПОСЛЕ ЖЕ ТОГО, ПОСЛЕ ЖЕ ТОГО, КАК Я ВОСКРЕСНУ, видите, в МЕ мы превратили в Я, ПОСЛЕ ЖЕ ТОГО, КАК Я ВОСКРЕСНУ, ПРИДУРОТШЕ ВАЗУ ГАЛИЛЕЙ. Вот эти шесть вариантов употребления, ДИЯ, ПОТОМУ ЧТО, ЭЙС, ЧТОБЫ, ИЛИ ТАК ЧТО, здесь не написано, на всякий случай, знайте, что значение ТАК ЧТО ИМЕЕТСЯ, ПРОС, ЧТОБЫ, ПРО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ, ИМЕЕТСЯ, ПОСЛЕ ТОГО, КАК ИХ НАДО ЗАУЧИТЬ. МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ КАРТОЧКИ, НАПРЯМЕР, ОДЕЛЬНОЕ, С ПОМОЩЮ КАРТОЧК УЧИТЕ И ВЫПИСАТЬ КУДАТО, И ЕЩЕ КАК-ТО, НО НАЙДИТЕ СПОСОБЫ ЗАУЧИТЬ ТИПИЧНИЙШИЕ СПОСОБЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ INFINTIILA С ПРЕДЛОГ. ЕСТАТИ, ИХ ХОРОШО НУЖНО ЗНАТЬ, ВЫ МНОГО-МНОГО РАЗ С НЕМЕЙ СТОЛПНЯТЕСЬ. ЗНАЧЕНИЕ ЗДЕСЬ ОБОСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ, ПРИЧИНА, ЦЕЛЬ, ВРЕМЯ, И ОТОЕ ОТ ЗНАЧЕНИЕ INFINTIILA С ПРЕДЛОГОМ РЕГУЛЯРНО ВЫРОЖАЮТЬ.